Всем привет! Меня зовут Никита Кислов и я тренер по плаванию. Я научил плавать более 800 человек. В сегодняшнем ролике я расскажу 10 фишек, которые обязательно улучшат твое плавание. Погнали! Первое. Не забывайте делать скольжение после каждого грибка. Не воруйте сами у себя продвижение в плавании. Если мы чуть-чуть не доделываем скольжение после каждого грибка, получается, что мы тратим много сил. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но каждый раз мы себя проталкиваем. Поэтому за этим стоит следить. На этом видео вы видите, как делать не надо, как делать неправильно. А вот на этом видно, как мы дотягиваем руку, доскальзываем, продвигаемся вперед, при этом экономя силы. Второе. Догребание руки до конца. Да. Самая распространенная ошибка. Большинство людей просто не догребают руку в конце. Тем самым воруя у себя продвижение, заставляя себя делать больше грибков, которые тратят наши силы. Ребята, старайтесь дотянуть грибок как можно дальше. Это прям золотое правило. Обратите внимание на видео. В первом случае я делаю неправильно. Я рано выношу руку из воды, в результате чего у меня появляется много грибков. На втором видео я дотягиваю грибок, шаг грибка у меня увеличивается и продвижение, соответственно, тоже. Третье. Работать в фазе проноса расслабленной рукой. Обратите внимание, как на видео я плыву длинными расслабленными руками. Потому что если в надводной части мы будем тратить силы, то нашим рукам некогда будет отдыхать. Поэтому обязательно в надводной части, когда мы проносим руку, рука должна быть расслаблена и отдыхать. Четвертое. Делать хороший толчок от бортика. Обратите внимание, как на этом видео я показываю два варианта выхода после разворота. Первый вариант, когда у нас практически нет толчка от бортика и мы сразу начинаем работать руками. Второй вариант, когда мы добавили усилие в толчок и 5-7 метров просто проскользили, ничего не делая. Эти два варианта отличаются лишь тем, что во втором случае вы больше экономите силы, что позволит вам дольше и дальше проплывать. Пятое. Не забывайте добавлять ротацию корпуса. Ребята, обратите внимание, как я плыву на видео и как я вращаю корпусом. Если же мы будем плыть ровно, как будто мы на доске для серфинга, мы будем относительно ограничены. Постоянно вращайте корпусом и перекатывайтесь сбоку на бок. Это позволит вам винтиться в воду и плыть вам будет гораздо легче. Шестое. Пожалуй, одно из самых главных. Обязательно считайте грибки. Вы должны точно знать, сколько грибков у вас получается на 25 метров, на 50, на 100. И с каждым разом, с каждой тренировкой старайтесь уменьшать количество грибков на определенную дистанцию. Если вы будете это соблюдать, вы увидите, как прогресс в плавании вас настигнет. Седьмое. Любимая ошибка всех торопык. Ребята, не заносите руку за ось. Обратите внимание, сколько сил и сколько лишней энергии мы тратим, когда плывем неровно. Влево, вправо, влево, вправо. А если же мы будем класть руку ровно, как показано сейчас на видео, весь вектор движения и вся энергия будет направлена вперед. Восьмое. Обязательно следите за окончанием грибка. В большинстве случаев мы неправильно выносим руку из воды. А все это в результате того, что мы просто правильно не догребаем в конце. Правильно это когда ладонь выходит наружу. Если же выходит тыльная сторона, это неправильно. Пожалуйста, обратите на это внимание. Девятое. Плавайте на длинных руках, а не на высоком локте. Высокий локоть хорош для профессионалов. Для любителей он же оказывает обратное действие, потому что он закрепощает корпус и сбивает нас в принципе с естественной техники плавания. Поэтому, чем длиннее ваши руки, чем они расслаблены, тем плыться вам будет гораздо легче. Десятое. Мягко работайте ногами. Обратите внимание, что ноги не должны отнимать много энергии, а должны наоборот нам помогать. Поэтому, постарайтесь их расслабить и работать мягко. И вы увидите, как гораздо легче вам стало плавать целым кролем. Друзья, во время плавания, неважно какой это стиль, дельфин, спина, брас или кроль, старайтесь плыть легко. Старайтесь плыть расслабленно, получать удовольствие, кайфовать в моменте. Если вы сможете поймать это чувство, то вы научитесь плавать быстро, долго и не уставать. Если вам понравились мои советы, пожалуйста, поставьте лайк. До этого наш выпуск подошел к концу. С вами был Никита Кислов. Пока-пока.